Три тысячи километров отделяют западную границу Казахстана от восточной и полторы тысячи южную от северной. Между ними лежат покрытые вечными снегами горы, безводные пустыни, могучие реки и бескрайние степи. Все это объединено огромной священной силой, любовью народа к своей земле. Постоянно действующая экспедиция «Охотники за легендами» побывала и на крайнем западе страны, и на ее восточной границе. Проделала путь с юга на север, чтобы еще раз убедиться, что нет ничего прекраснее родной страны. Охотников за легендами ждет большое путешествие в восточный Казахстан. Но перед длительной зимней экспедицией необходим небольшой тест-драйв где-нибудь неподалеку от южной столицы. Многие думают, что за яркими впечатлениями непременно нужно отправляться в экзотические страны. Но охотники за легендами уверены, что рядом с Алматы – таких исторических, культурных и природных объектов, от которых у любого туриста захватит дух, великое множество. На этот раз поиски красот и чудес охотники за легендами начали прямо у западной границы города. Карасайский район занимает предгорье Зайлийского Алатау и равнинную часть Купа-Илийской впадины. На территории района находится часть Ильи Алатауского государственного национального парка. Его офис расположен в селе Каменке. Из центра Алматы туда можно добраться за полчаса. Это контрольно-пропускной пункт. Мы въезжаем на территорию парка. И въезд, естественно, здесь платный. Сколько стоит? 412-й деньг из человека. Замечательно. Хорошо. Спасибо большое. Все эти деньги идут на благие цели по обустройству и организации парка. Знакомство с достопримечательностями национального парка начинается с визит центра. Биолог охотовед парка Лжас Абаев берет на себя роль экскурсовода. Он показывает охотникам за легендами экспозицию и дает общую информацию о животном мире парка. На территории национального парка обитает около 40 особей снежного барса. Тиншанский горный баран, каменная куница, туркестанская рысь, индийский дикобраз. Из птиц это синяя птица, беркут, бородач, степной орел, черный гриф, ну и другие виды диких животных. Территория парка разделена на функциональные зоны. В заповедной разрешена только научная деятельность. В рекреационной зоне можно заниматься экологическим туризмом. А на определенной части территории предусмотрена ограниченная хозяйственная деятельность. Сотрудники нашего национального парка, это научный отдел, отдел животного мира, совместно выезжают с научными сотрудниками стозоологии, а также экспертами по ОПТ, по проекту НАБУ. И вы можете принять участие именно в съемках, в изучении снежного барса. В визит-центре можно потренироваться в определении голосов птиц. Достаточно нажать кнопку под фотографией птицы, и раздастся ее пение. Экспедиция движется в сторону города Каскелена. Это административный центр Карасайского района. Район назван в честь знаменитого Батыра Карасая-Алтынаюлы. Чокан Валиханов в своем пятитонном собрании сочинений писал, что предгорье Зайлийского Алатау от долины реки Тургень до Костека занимают потомки Карасай-Батыра из рода Шапрошты. Слава о подвигах Карасая вышла далеко за пределы Семеречия. Он отличился в боях с джунгарами при Исимхане, а при его сыне Жангире стал одним из главных военачальников казахского войска. После Урбулакской битвы, в которой небольшой отряд под предводительством Карасай-Батыра разбил многократно превосходящие силы врагов, имя полководца превратилось в боевой клич «Уран». Со временем реальная историческая личность превратилась в героя сказаний, мифов и преданий. Рядом с Карасаем всегда находился его верный барс. История доносит до нас сведения, что казахи приручали снежных барсов и даже использовали их в охоте, но барс Карасая был не просто прирученным диким зверем. Легенда наделила его мистической силой. Барс Карасая был своего рода ангелом-хранителем Батыра. Он служил посредником между верхним и средним мирами и давал своему хозяину мудрые советы. Снежные барсы до сих пор обитают на территории Карасайского района. Как и прежде, величественная кошка служит одним из символов казахского государства. Лесничему Каскеленского лесничества Бахтияру Нуранову удалось снять снежного барса на любительскую камеру. Где-то было в июне месяце, где-то в начале месяца, я находился на оперативном выезде. Когда мне где-то ближе к пяти часам вечера, мне позвонил мой коллега. Сказал там ему, сказали, что какая-то кошка сидит на дороге и не пропускает. Нам стало интересно, думаем, что за кошка и поехали посмотреть, что за кошка. Когда приехали, мы были удивлены, что на дороге буквально в 30 метрах от нас сидел снежный барс. У меня при себе была видеокамера, правда, непрофессиональная, но... И этот момент я как запечатлил, оставил на памяти, потому что не каждому дано увидеть снежного барса. Вообще бытует мнение, что снежные барсы, они очень осторожные хищники. Редко выходят и показываются на людей, тем более так близко, вот как бы к проезжей тропе. Как вы думаете, что это было? Сам точно не знаю, почему он так близко подошел, почему он нас не боялся. Но с виду я не скажу, что он был больной или какой-то. Он был вполне здоровый, молодой барс. И то, что он себя показал, да, я до этого, когда вот после этого были случаи, я два раза встречал барсов, но на большом расстоянии, правда. Но когда мы ближе подходили к ним, они убегали, да, они прятались, а мы уже... А здесь это было, не знаю, может быть, судьба это была такая, то, что вот оно, снимите его. Это для меня это, я не знаю, было какое-то, может, чудо. Я везунчик, наверное. Вот мы сейчас с нашими учеными идем вверх и хотим увидеть снежного барса. Как вы думаете, каковы у нас шансы его увидеть? Я, допустим, вот 8 лет ходил по горам, каждый день буквально. Не только именно за барса, я ездил, я охранял. И не знаю, может, если вы такие счастливчики, может, получится вам увидеть этого барса. Сейчас популяция снежных барсов находится под строгим контролем государства. Ученых интересуют любые детали поведения и экологии этой скрытной и таинственной кошки. Изучение снежного барса требует от ученых не только теоретической подготовки, но и хорошей спортивной формы. Чтобы изучать барсов в их естественной среде, исследователь должен подолгу жить в высокогорье и обладать навыками владения горной техники. Сегодня охотникам за легендами повезло. Они примут участие в совместной экспедиции Илья-Латаусского национального парка, Института зоологии Министерства образования и науки Казахстана и Германского общества охраны природы. Молодые ученые Алексей Грачев и Салтуре Сапарбаев посвятили изучению барса не один год. В этом году нам повезло. Удачно открыли сезон по изучению снежного барса. Буквально две недели назад были сильные снегопады и все верхние пояса гор завалены снегом и горные козлы спустились намного ниже. Наша лаборатория уже шесть лет занимается совместно с Илья-Латаусским национальным парком изучением диких животных национального парка. Уже четвертый год мы ведем исследования по снежному барсу с применением фотоловушек. Территория Зайлийского латау, собственно, национальный парк Илья-Латаусский, очень уникальная территория. Буквально в нескольких километрах от города, от населенных пунктов здесь можно встретить снежного барса. И почему он выжил в таких условиях, для нас остается загадкой. Но, тем не менее, это факт. Фотоловушками постоянно мы фиксируем снежных барсов. И сейчас мы хотим установить 10 фотоловушек, чтобы проверить их весной. Снежного барса зимой проще учитывать, потому что, во-первых, снежный барс спускается вместе с горными козлами, с его основным кормом, получается. И можно учитывать на снегу следы. То есть его сразу видно. И можно сразу отличить от волка, от рыси, ну и от других хищников. Въезд на территорию парка платный. Полученные от туристов деньги идут на охрану и благоустройство охраняемой территории. Берега реки заросли кустарниками. Это излюбленные места обитания фазанов. Иногда доверчивых птиц можно увидеть прямо из машины. Отряд доезжает до последнего кордона в верховьях Каскеленского ущелья. Часть груза перекладывается на лошадей, а члены исследовательской группы пойдут пешком. В нижних поясах гор обитает сибирская косуля. Зимой косули сбиваются в небольшие стада. Сообща, легче защищаться от хищников. Пока молодые косули беззаботно щиплют травку, старая опытная самка внимательно оглядывает окрестности. Не притаился ли где враг? Жизнь копытных животных в дикой природе полна опасностей. Если режим особо охраняемой территории защищает их от людей, то защитой от стаи голодных волков могут служить только быстрые ноги, хороший слух и отличное обоняние. Отряд поднимается на высоту 2400 метров к верхней границе леса. Лагерь решено разбить на поляне у реки. Ночевать исследователи будут в палатках. Как вы видите, вот в таких условиях приходится нам практически всегда бывать, брать с собой горелки, так как иногда бывает в высокогорье и нету дров. Наш лагерь находится напротив, где мы встретили 70 голов горных козлов. Это основной источник питания снежного барса. Буквально, чтобы они не увидели нас, мы спрятались, специально поставили палатки в елках, получается, в лесу. Буквально отойти 50-100 метров, и уже открыты поляны, скалы, где горные козлы ищут все пропитания. И мы надеемся, ждем, что горные козлы спустятся метров на 100-150, и нам удастся их снять, сфотографировать. На следующее утро ученые по козьей тропе поднимаются на скальный бастион. Это охотничий угодья снежного барса. На скале пасется стадо сибирских горных козлов Теков, любимый охотничий объект снежного барса. Барс пасет козерогов, как заботливый пастух. Охраняет их от других хищников, но сам примерно раз в 10 дней добывает одного козерога. Площадь индивидуального участка барса зависит от плотности населения козерогов. Она может колебаться от 25 до 40 квадратных километров. Ученые устанавливают фотоловушки у камня, названного каменный страж. Существует легенда, что это изваяние одного из великанов, населявших нашу землю до людей. На самом деле, скульптуру, очень похожую на голову великана, высекли вода, мороз и ветер. Ловушки установлены. Пора возвращаться назад. Охотники за легендами с нетерпением ждут момента, когда можно будет снова вернуться к каменному стражу и увидеть, кто же попадется в кадр ловушки. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова